23 часа и 3 минуты в Москве, я напомню тем радиослушателям, которые к нам только что подключились, что у меня в гостях радиожурналист Марина Арвели, и мы вот этот час до полуночи посвятим памяти Валентины Толкуновой. У нас есть телефонный звонок. Алло, будем слушать. Добрый вечер. Это Галина Васильевна и Марина Ивановна. Большой привет. Мне очень нравится эта певица Валентина Толкунова. И очень приятно, что на вашей радиостанции уже второй раз передают. И лично вам, Алексей Владимирович, я хочу сказать, многие CD, которые вы ищете, они есть, я вот там покупаю. Это ВДНХ, павильон культуры. А, да, вы говорили об этом. Да, 66-й павильон, и я там как раз Толкунову купила. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам. Спасибо. И там еще есть. Спасибо. Спасибо. И мне вот, знаете, я купила, я не могу иначе, да, вот, и мне очень понравилась там одна песня. Да, у меня есть этот диск. Вот. А любовь-то лебедя. Это что-то я первый раз в ее исполнении такую песню услышала. Нет, нет, она исполняла ее, да. А я ее первый раз. И она мне так запала. Ну, вот видите, приятно так делать открытие в репертуаре любимой певицы. Да, я вот так раз купила, она была жива еще, Валитина Толкунова. Да. Спасибо вам большое. У нас есть еще один телефонный звонок, давайте примем. Алло, алло. Алло. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Я постараюсь совсем коротко. Во-первых, спасибо вам огромное. Ну, чистота удивительная. Удивительная чистота просто. Ничего такого. Вот на эстраде после, скажем, Бернефа, да, там, и не припомнишь. Если можно песню «Ангел мой». Вы знаете, это позже будет. У нас сегодня не концерт по заявкам. Я знаю. Вы знаете, у нас сериал такой, мы задумались с Мариной, и он идет по хронологии, поэтому... Да, и ценность его в том, что весь сценарий продумывала во все Валентина Васильевна, поэтому нам хотелось бы сохранить. Я не хочу нарушать, да, но она будет когда-нибудь? Будет обязательно, обязательно будет. Спасибо большое. В завершение. Обязательно спасибо вам за звонок. Еще один есть, да. Алло. Алло. Да. Скажите, вот есть такая песенка, песенка без конца, Калмановская. Она будет звучать у вас? Сегодня нет. Нет, да? Нет. Давайте вы сейчас... У нас слушатели опять скатились по заявкам, все, по заявкам не будет. Давайте последний звонок примем. Алло. Алло. Да. А, доброй ночи. Доброй ночи. Здравствуйте. Алексей Владимирович, я очень вам благодарна, вы опять нас удивляете. Сегодня такую передачу опять вы даете о толку новой. Казалось бы, ну, казалось бы, мы современе... Она наша современница, мы ее слышали, видели, слушали, знали. И вот сейчас вы снова нам ее подаете на каком-то... На новой какой-то, ну, я бы сказала, какой-то душевно извиняющей струне. Действительно можно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Ну что, последний звонок. Да. Давай, алло. Последний примем. Алло, алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Да, здравствуйте. Ваш постоянный слушатель. Спасибо. Валерий. Значит, вы знаете, судьбе было угодно так распорядиться, что я был знаком с Валентиной Васильевной. Вот, но я хотел бы отметить ее, в общем-то, черту, не связанную с основной деятельностью. Расскажите. Да, конечно, значит, вот. Тот дом, где она жила на Светлом бульваре в последнее время, этот дом просто мне приходилось в 99-м году принимать, в общем, в эксплуатацию. У меня были, соответственно, подчиненные, рабочие. И вот удивительно, ну, когда она ремонт закончила, бывала у нее в квартире, меня удивило одно. К ней подходили, в общем, это самое, рабочие. Вот, прямо там, посередине дня, там, подносили диски, это самое, вот, подносили, это самое, дискетки. Она расписывалась, была со всеми приветлива. Удивило меня одно. Она была, значит, кроме того, начальником пожарной охраны, мозг, концерты, вы представляете? Вот. И разбиралась ко всему прочему во многих пожарных делах. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Примем еще звонок и все уже давайте. Мы так не остановимся, Марин. Да, да. Алло, алло. Алло. Да. Это... Русская служба новостей. Да. Можно разговаривать? Пожалуйста, только в бодром ритме. В бодром ритме, пожалуйста. Я считаю, что Валентина Толкунова достойна, чтобы ее канонизировали. Она чистая и светлый человек, который будет в памяти навечно. Это необыкновенная артистка. Спасибо. Спасибо вам. Марин, сейчас фрагмент, да? Да, сейчас фрагмент интервью. Да, потому что слово «мама» — это вечное слово. Это вечная любовь, это сама нежность и сама благодарность. И пусть долго-долго живут наши мамы, пусть даже они немощны, и пусть даже они иногда болеют, и пусть даже они и не встают иногда с постели. Но такое счастье поцеловать руку своей матери и знать, что эта рука теплая, живая, и что она тебя погладит по голове, выше этого ничего на свете нет. Ничего. Поэтому для меня, не только для человека душевного, так и лиричного, может быть, в какой-то степени сентиментального, но и для многих людей это является истинным счастьем общения с мамой. Композитор потрясающей яркости, индивидуальности. Волжанин. Уроженец Нижнего Новгорода. Борис Макраусов. Одинокая гармонь. Снова замерло все до рассвета, Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь. То пойдет за поля, за ворота, То обратно вернется опять, Словно ищет в потемках кого-то И не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то И не может никак отыскать. Беет с поля ночная прохлада, С яблонь цвета влетает густой. Ты признайся, кого тебе надо, Ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо, Ты скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалека, Да не знает ее ли ты ждешь, Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, Что ж ты девушкам спать не даешь? Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, Что ж ты девушкам спать не даешь? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Только слышно на улице где-то Одинокая вродит гармонь Прозвучала песня «Одинокая гармония» А у нас на телефонной линии должна быть певица Да, всенародно любимая наша певица Валентина Петровна Дворянинова Алло! Здравствуйте! Здравствуйте, Валентина Петровна! Здравствуйте! Да, здравствуйте! Марина Арвеля, Валентина Петровна! Привет, Мариночка! Валентина Петровна, в памяти Валентины Толкуновой программа Расскажите, пожалуйста, как так получалось, что вот одна песня, а несколько исполнителей Вот как же так? И не случайно я задаю вам этот вопрос В начале передачи, мы говорили, вот Валентина Васильевна озвучивала мультфильмы В порту, Зима в Простоквашино И в том числе заставку к передаче «Спокойной ночи малыши» Спят усталые игрушки Всем известно, что первой исполнительницей этой песни были вы, Валентина Петровна Дворянинова Потом ее спела Валентина Толкунова Кто дальше спел, я уже не буду говорить, вы сами сейчас все это нам расскажете То есть здесь такая вот очень интересная история, но могу сказать одно, что Валентина Толкунова была очень честным человеком Если некоторые могут как-то тянуть одеяло на себя, она этого никогда не делала Это раз И потом вот еще такая песня Яна Фрэнкеля на слова Михаила Танича «Как тебе служится» Всем знают, что эта песня – ваша визитная карточка На днях я нашла, она была и какое-то короткое время в репертуаре Валентины Толкуновой Она ее исполняла, но как-то все-таки эта песня ассоциируется именно с вами Расскажите нам сначала с песни Островского Спокойной ночи, малыши Значит, как-то я писалась на ДЗЗ тогда еще Я была во второй студии, в первой студии был Аркадий Ильич И мы как-то оба вышли и встретились Он говорит, Валечка, иди сюда, зайди Мы тут с Матильдой написали одну песенку к детскому спектаклю Послушай, пожалуйста Он проиграл А ты можешь сейчас вот быстренько записать? Я говорю, пожалуйста И мы ее записали А через какое-то время мы опять встретились в Доме звукозаписи И он говорит, ну теперь ты себя будешь слушать каждый день И вот записалась «Спокойной ночи, малыши» Вы знаете, очень много было звонков тогда Очень много, ну я не знаю, понравилась песня Понравилась А какой это был год, Валентина Петровна? Вы знаете, вот я сейчас вспоминаю То ли 63-й, то ли 65-й Так Вот что-то, ну в 60-х в начале А потом он записал Ануфриева И стал звучать Ануфриев Мужской голос Мужской голос, да Вот Ну долгое время я пела Затем я уехала на гастроли Когда я приехала Когда я приехала, я услыхала не себя Вот, ну как мне рассказали, что, мол, что-то случилось с моей записью А нужно было женский голос И записали Валечку Ну записали, записали Опять я уехала на свои гастроли А тут как-то Я уже когда вернулась Ну, вы все знаете, где я была Вот Я когда... Мы вам все завидуем Вы были в круизе по миру Да, да Да, да вот так Где я была Можно долго что подумать Когда я вернулась То я как-то вот Когда записывала свой диск Там Все помнили, что первая я исполнительница И у Валечки как-то было интервью Я не помню на какой станции И ей говорят Вот вы первая исполнительница Спокойной Она говорит, нет Первая исполнительница Валя Дворянинова И вот этим она меня Вы знаете, так подкупила И я что могу сказать Валечка Она ко мне относилась с таким уважением Вот у нас была встреча на НТВ А, это была, наверное, программа, посвященная юбилею передачи 45-летия Да, пригласили нас троих Когда я уже была в комнате Входит Олег Ануфриев и говорит Ну так кто из нас первый? Я говорю, Олег Я Я первая исполнительница Я Потом вот записала Валечка Нет Нет, вот Аркаша мне позвонил Сказал Приезжай, тут есть песенка какая-то Какую я написал Тебе понравится Так что я первый Ну что, я драться с ним буду, что ли? Ну, хочешь ты первым быть? Ну, будь первым Но опять меня Валечка удивила Я сидела там во второй комнате И вдруг приезжает Валя Она где-то задерживалась Приезжает и говорит Где Валечка? Где Валечка? И тут же кинулась ко мне Вот, понимаете Вот от нее шло такое тепло Я не знаю Я тоже очень переживаю В связи с тем И я бы хотела бы через вашу радиостанцию Чтобы передали на вторую программу Хватит уже, напелся Ануфри Пускай, пускай запись Валя Толкуновой Мою-то запись уничтожили Я больше чем уверена Размагнитили, наверное, да Был такой период Ну, наверное, кто-то захотел так сделать Бог с ними Пусть это будет на совести Но я бы вот Я не знаю Вы знаете, вот на НТВ Тогда вот мы были трое Мою фамилию исказили Я не знаю Я даже сейчас не могу вспомнить Как меня объявили И в конце Когда я уже такая расстроенная Какая-то нелепая была передача Валечка в студии обняла меня Валечка, как дела? Я говорю Да ничего, нормально все Ой, Валечка Как с вами несправедливо поступили? Это были валены слова Я не знаю Если бы я знала, что это была наша последняя встреча Ну, наверное, бы немножечко поговорила бы с ней Но я часто встречалась с ее братом У нас в ЦДРИ всегда Вот эти темновские вечера И Сережа принимал там участие Но когда вот случилось с Валей Он уже И даже к нему темнов не обращался Потому что это такое горе И Валечка однажды Ой, однажды у Вали был концерт И я пришла ее послушать Пришла к ней туда Вот, ну, поблагодарила ее Она стояла с мамой И говорит Мама, это Валя Дворянинова И мама Ой, говорит, я такая ваша поклонница Я говорю, ну что вы У вас такая чудная дочка Действительно, вот Господь Бог дал ей Красоту Душевность Чистоту Вот правильно сейчас сказал От нее какая-то чистота Вы же знаете, что творится в нашем мире Вы знаете, что творится с вокалистами Валя была особенная Такой, к сожалению, уже больше не будет Мне очень жалко Валентина Петровна, спасибо, вы оставайтесь на линии Мы сейчас должны вздохнуть Послушаем анонс И потом продолжим разговор Хорошо, оставайтесь с нами Я хочу напомнить, что у нас на телефонной линии Певица Валентина Петровна Дворянинова Валентина Петровна Да, я тут Спасибо Рядом со мной Марина Арвелли Да, Мариночка, я тут Валентина Петровна Давайте вот теперь расскажите о вашей визитной карточке Как тебе служатся песни Яна Фрэнкеля А вы знали о том, что Валентина Васильевна тоже ее исполняла? Нет, я не знала, потому что Видимо, меня в это время уже не было Я уже была... Вы бороздили моря и океаны Да, да, бороздила моря и океаны Да, ну это действительно моя визитная карточка Я даже помню, как мне позвонили с радиостанции «Юность» И позвонил Игорь Галецкий Он говорит Валя, Ян Абрамович принес песню И мы все решили, что это твоя песня Ну и я, конечно, примчалась Ну и потом, когда Ян Абрамович, он же всегда такие аранжировки делал И я же с ним очень дружила Я много его песен записала Ну вот то же самое Вот я первая исполнительница Калины Красной А запись пропала Ну не везет мне Ну не везет Ну просто я не знаю Валентина Петровна, здоровья вам, успехов И до встречи Спасибо, до свидания Давайте примем телефонный звонок у нас Да, если есть телефонные звонки 788-107-0 То мы их послушаем Но пока есть, да, звонок уже? Ну прекрасно, алло Здравствуйте Здравствуйте Очень рад слушать такую передачу Молодцы Спасибо А то слово Ведь это образец русской женщины Как нам надоелись эти пивные алкоголички и курячки И надо пропагандировать ее Это просто наше достояние Это образец русской женщины Спасибо А у вас там что-то Что-то, какой-то агрегат у вас там работает Ой, это какая-то связь плохая Ну, вы меня нормально слышали, да? Ну, вроде да Спасибо Спасибо, спасибо Алло Алло, алло Да, здравствуйте Здравствуйте Можно рассказать забавный эпизод? Я сосед Вали На какой улице? На какой улице? Я пришел с армии Это был 62-й год И, значит, поступил в университет И, ну, пришел с армии Никого не знал Потому что поколение уже другое совершенно И друг, ну, знал, что там кто-то живет рядом И, ну, соседка Катя у меня была На третьем этаже А Валя на пятом жива И вот вдруг ко мне звонок в дверь Пришли две девчонки Катя и Валя Слава Ну, так знали, в общем-то Ну, я так мало знал Потому что я старше их был Вот, помоги нам, пожалуйста, по математике Ну, давайте Что-то в чем дело-то Ну, вот сели там это самое Стали там что-то решать Вдруг опять звонок Это пришла моя мама И эти две девчонки настолько Переполошились Испугались И Валя От неожиданности провела чернила Раньше чернилицы были Это такой переполох был Ну, и Затушевалась Ну, ладно, мы уйдем Я говорю, да давайте заниматься Ну, мама пришла Ну, и что такого-то Вот Ушли Потом, значит, был у меня Тоже приятель Ну, развязка уже, давайте скорее Приятель Вместе Служили Вернее, жили Потом учились И пришли И вот он ко мне приходит Какая девчонка Знакомая у тебя Познакомь меня с ней Ну, и не помню То ли я познакомил То ли он сам Набрал смелости Вот Ну, там Встретились они Потом, значит Он имеет впечатления Ну, или я у меня спросил Ну, как дела-то Он говорит Да, она какая-то скучная Такая Не понравилась Вот Все, спасибо Спасибо вам большое Спасибо Там у нас случай было Я вместе с ней разговаривал Мы вместе Спасибо Я вам советую Я вам советую Брошюру выпустить По этому поводу Будет очень интересно Алло, алло Алло Ну что, пропал Ждали, ждали Ждали, ждали Алло, есть Телефонный звонок Алло Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Меня зовут Корж Просто я сейчас услышал Как бы Ануфриф действительно Так не очень хорошо Тебя повел Ну, что делать Ну, всякое бывает Тем более на эстраде Это Как бы Человек, которому я Очень всю свою жизнь Гордился Особенно за бременских Музыкантов Правда это, нет? Ну Валентина Петровна Наверное, не врет Алло Алло Спасибо Алло Алло Да, да, да Алло, добрый вечер Добрый вечер Добрый Спасибо вам большое За программу Спасибо Вы знаете О Толкуновой Как об артисте Мы Артистке-певице Мы знаем Ну, достаточно много Меня изумляет Ее речь Ее интеллигентность Ее вот это вот Душевное отношение К людям Ваша передача Вот и сегодня Делает упор на это Большое вам за это спасибо 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 за звонок Да, вот такой всплеск Был в эфире Впечатление Нет, Валентина Васильевна Действительно Очень хорошо говорит У нее такой образный Красивый русский язык Ну, а как вот вы Готовили программу? Она вам Говорила? Или как-то Или вы вместе? Во-первых, конечно Мы обсуждали Какие-то вопросы По телефону А допустим Вот Часовая программа Заканчивалась Мы еще какое-то время С ней там сидели В продакшене обсуждали И она вот Своей рукой Прямо на листке бумаги Расписывалась И я все это храню Прямо ее вот почет А монтировали вы Или она Это не отмонтированно Не отмонтированно Вот еще в чем уникальность Здесь рука Режиссера монтажа Не коснулась вообще Вот так идеально Говорит Валентина Толкунова Никаких пауз Никаких слов Паразитов Повторений Там А мы Идеальная абсолютно Речь Фантастика Умнейшая женщина Ну что Пришло время Послушать нам новости Надеюсь Что может радостное Что-то скажет нам Русская служба новостей Русновости.ру Кашпур плюс Кашпур плюс Кашпур плюс Три часа Тридцать три минуты Я напомню Что В студии Гость студии Радиожурналист Марина Арвели Марина У нас осталось Двадцать семь минут До конца Этой странички Которую мы посвятили Памяти Валентина Толкуновой Я знаю Есть у вас Заготовлен Фрагмент интервью Да, следующий фрагмент Интервью Валентина Васильевна была Большая труженица Давайте мы послушаем Как Происходил Весь вот Ее творческий процесс Валентина Васильевна А как Вы работаете Над песней Как это было В семидесятые годы И, например, сейчас Есть какая-то разница Вот есть у вас Какие-то методы Какой-то свой стиль Или Все по-прежнему Нет Не по-прежнему Конечно Не по-прежнему Поначалу Человек идет От интуиции Вообще Человек В своем Творчестве Должен От интуиции Потому что Всякий Разум Он только Мешает Чувству Песня Это эмоции Прежде всего Песня Это прежде всего Расстановка Правильных акцентов Это фраза Это музыкальная подача Это Непрерывная Работа С языком Русским Потому что Нельзя искажать язык В песне Нельзя делать Неправильные ударения Нельзя разрывать слово Ты об этом Ты об этом должен Всегда думать И как спеть фразу И как нести нюанс И как разнообразить Как сломать структуру песни Ты этому должен всему учиться Я этому училась годами И до сих пор Мне есть чему учиться Потому что Песня Это безграничное море Всяких навыков Всяких моментов Которые не похожи Друг на друга Потому что Никакая песня Не повторяет Другую И Вот как раз В 71-72 году Начались интересные Фестивали Которые проходили Тогда в Ленинграде Они были связаны С Союзом композиторов Ленинграда и Москвы Они очень дружили Эти люди Я помню эти поездки Марк Григорьевич Фрадкин Эдуард Калмановский Микайл Теривердиев Илья Катаев Пахмутова Андрей Петров Владислав Успенский Все Как-то были вместе Все ладили Дружили Обменивались опытом И приезжали Одни в Москву Другие в Ленинград И вот в Ленинграде Были По-моему То ли ленинградские зори То ли Это происходило в мае И В мае И вот Эта весна Всегда была Упоительно Красивая В Ленинграде Разводились мосты Мы, конечно, не спали Гуляли всю ночь Видели эти мосты Разводящиеся Потом нам надо было Репетировать Спать хотелось Безумно Потому что всю ночь Гулял по Ленинграду Город красивый Каждое здание Что-то собой представляло Это целая история Люди Открытые Добрые Сердечные Улыбающиеся Улыбающиеся Интеллигентные Тогда были Могли провести Тебя По этим улицам Они обожали Свой город Обожали Ленинград И они Могли тебя довести До того места Которое тебя интересовало До Казанского собора До Петропавловской крепости До Эрмитажа Мы из Эрмитажа Не вылезали Конечно мы были В русском музее И конечно Эти картины Это Обстановка Это такое Красивейшее здание С колоннами С ротондами Со статуями Вы понимаете Там была Какая-то удивительная Атмосфера В которой ты приезжал Как в музейную ценность Музейную редкость И ты ходил Раскрыв Рот, глаза и уши И ты не жалел ног И бродил по Ленинграду И конечно Изумительный город И вот Одна Две Три Ночи Дня Мы общались С Михаилом Теревердиевым Потому что Мы не могли Надышаться Вот этим воздухом Илья Катаев Михаил Теревердиев Я И молодой Марк Минков Мы все Ходили Бродили по этому городу Надышаться не могли Ночами не спали Вытаптывали все дороги И так далее И вот тогда Я познакомилась С Михаилом Теревердиевым Который Услышал меня В вокализе В инструментальной музыке Ильи Катаева И день за днем Я пела в концерте Вокалист этот Как ни странно Бесировался И каждый раз Проходил на ура Я пела Инструментальную музыку На свою родную Которую я тогда Привыкла И знала И он услышал И говорит Ой, сколько тонкостей Как грациозно Это все И как это Мягко Я для тебя Напишу песню А он тогда Дружил с такой Поэтессой Татьяной Коршиловой Она была Музыкальным редактором На телевидении Центральном И писала стихи Замечательные стихи И мне удалось В жизни Спеть две песни На ее стихи И эти песни Стали известными Популярными Неожиданными Эта песня Это я была На музыку Микайла Теревердзиева И песня Сон трава У беды глаза зеленые Музыка Евгения Птичкина Эти две песни Стихи к ним Написала Татьяна Коршилова Микайл Теревердзиев Тогда дружа С этой поэтессой И она была Очень талантлива Она трагически погибла Ее сбила машина Под Владимиром Или под Суздалью Вот на Владимирском тракте К сожалению Царство Небесное Микаэла уже нет Любители покататься В море На водных лыжах Но песня осталась Она очень нежная Трогательная Красивая Коротенькая Как хрусталик Это я была Если вдруг ты услышишь Звенящую ноту В шуме всел Голосов бытия И нахлынет тоска Просто так Отчего-то Это я была 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 И когда ты пойдешь сквозь неностья и ветра И туманна дорога твоя Ты увидишь огонь и в мерцании светлом Это я была, это я была, это я Я узнаю почерк Микаэла Леоновича Да, чудная песня, правда, Алексей? Мне посчастливилось быть знакомым с Микаэлом Леоновичем И я знаю, что он в плохие руки свои песни не отдавал Это точно Да, стихи Татьяны Коршиловой Помните, какая красавица была тоже Она же вела песни года Да Вот еще такая талантливая такие стихи писала А сейчас я предлагаю послушать Тоже фрагмент очередного интервью О 70-х годах И здесь Валентина Васильевна Немножко рассказывает о своей семье А я знаю, что этот фрагмент идет 8 минут И по прошествию этого времени Вы можете набирать номер 788-107-0 И мы будем слушать вас Спасибо 70-е годы, это радостные годы для меня Потому что у меня появился сын Я родила ребенка Я его долго ждала Для меня это была материнская радость Все мое существо трепетало от того, что Наконец у меня появится ребенок И это произошло в 77-м году 10 октября Сына своего я назвала Николай Потому что у нас в роду были Николай И дедушка, и прадед Еще один дедушка Все были Николаем Это имя Я до сих пор с радостью его всегда произношу Потому что все-таки наш удивительный святой Святой Николай И чудотворец, и мерликийских епископ Он как-то всегда со мной Я всегда ему кланяюсь и молюсь Когда хорошо и когда плохо В общем, вы знаете Для многих людей, для многих семей Для многих верующих сердец Это имя большое значение имеет И, наконец, родился мой колокольчик И когда ему было пять месяцев Я, естественно, никуда не выходила Я кормила его Я им занималась целый год И никуда не ездила Но когда ему было пять месяцев Ко мне раздался звонок И в дверь, и телефонный Звонил мне композитор Из Урала Из Сибири даже Новокузнецкий композитор Борис Емельянов Тогда он уже приехал в Москву Тогда он уже стал обосновываться в Москве И уехал из Сибири Но, по сути дела, остался Естественным, прекрасным, добрым, красивым человеком Вообще, моя мама сибирячка И я прекрасно знаю Что такое сибиряки И кто такие сибиряки Это особенный клан людей Это люди прямодушные Щедрые, открытые Трудолюбивые Никогда не лгущие Я сильный Сильный характер у этих людей Мой дедушка был сибиряк Моя мама сибирячка И вдруг появляется в моей жизни Сибиряк Борис Емельянов Знакомится Оказался очень таким застенчивым Робким человеком И говорит Я знаю, что у вас появился сын Я вам хочу подарить песню Но раньше дарили песни Конечно, мы их никогда не покупали Песни Нам просто приносили Их дарили С радостью отдавали Потому что были организации Государствы Которые платили композиторам за песни А нам они просто приносили их И так же случилось Поговори со мной, мама И так же с Я не могу иначе Пахмутовой И так же с мой милый Если б не было войны Да масса песен Которые мне были подарены Кстати, я до сих пор не плачу за песни И до сих пор мне их дарят Это мое условие существования Не потому что у меня нет денег заплатить А потому что, когда я плачу за песню Песня оказывается никчемной Как будто ее съедает кто-то И никогда она не станет популярной И знаю, что я за нее заплатила Вот такие удивительные факты Удивительные факты Как только я что-то... Она у меня лежит год-два Я к ней не приступаю Как будто меня что-то отводит Ничего не могу понять А песня подаренная Она сразу летит на крыльях И сразу меня зажигает И сразу я работаю над ней И сразу преображаюсь И тут же ее выпускаю У нее такие крылья огромные Они так людям И в души людей сразу летит Так случилось с песней Носики-курносики Которую мне принес Боря Емельянов Один раз я ее спела На огоньке 8 марта Или на майском А нет, да На огоньке 8 марта Я спела ее Еще кормя ребенка В таком платье Черно-белом Шелковом Вскрывающем немножечко Мою полноту И подарила ее Всем малышам Которые развелись В то время И будущему поколению И тогда получилось Что я спела песню На всю жизнь Потому что жизненный процесс Не заканчивается И каждый год на свет Появляются милые, дорогие Прекрасные комочки Которых мы ласково называем Наши носики-курносики Песню эту написала Стихи к ней Украинская Львовская поэтесса Ангелина Булычева Я была в этом году Во Львове И навестила Эту прекрасную Поэтессу Которую передаю Привет Если она меня слушает Ангелина Александровна Я вас очень люблю Спасибо вам большое За носики-курносики И Сибири необъятные За то, что она Одарила меня И мою семью И весь Наш народ И всю нашу Россию Этой песни Носики-курносики Наконец-то Пол земли Без лаза Крепким сном Мои мальчишки Спят Сон свалил Страну Зеленоглазые Спят Мои сокровища Чумазые Носики-курносики Сопят Сон свалил Страну Зеленоглазую Спят Мои сокровища Чумазые Носики-курносики Сопят Спят Такие Смирные Хорошие В целом Субтитры 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 23 часа 52 минуты Напоминаю Телефон в студии 788 107.0 И у вас есть Уникальная возможность Задать вопросы Радиожурналист Марине Арвелли Ну давайте Набирайте 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 Потом будете Спрашивать Не отвечу Потому что Не знаю Давайте мы Не будем терять Время И послушаем Еще один кусочек Интервью Дорогие друзья Я продолжаю Свой рассказ И вспоминаю Песню С которой Очень много Историй Потом было Ну я была Тогда конечно На 70-е годы Молода была И наивная И может быть Такая Трогательная И вдруг Мне попадается Песня Дарит Ее мне На стихи Марина Асташовой Ленинградский Композитор Владислав Успенский Я к нему Поехала На одну из Программ На его Сольный Концерт Он мне Подарил Эту песню В 75-м В 75-м году Во-вторых Песня Пролетит От нас Три года Три года В Боткин Прожила Она должна Пусть память о ней Сохранится вечно Вот сейчас Проходит Евровидение Там будет Петь наличь На английском языке Мы в прошлом году Там Жуков Вкрутился Около Вице-премьер Около Евровидение И мы заняли 11-е место И там нам делать Нечего И Россию Должны представлять Такие люди Как вот Валентина Толкунова Спасибо 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 Еще звонок Успеем Алло Алло Да Здравствуйте Мне просто поразила Песня Вот перед носиками Курносиками Но я просто забыла Как она называется Это просто потрясающе Что-то Тревердиво Тревердиво Это я была Это я была Спасибо большое Это просто чудо Спасибо Слова Татьяны Коршуновой Еще один звонок Успеваем Последний Да Алло Вы меня слышите? Да Добрый вечер Добрый вечер Секунду у нас Спасибо вам За вашу передачу Если вот Большое спасибо И светлая память Этой певице Если можно Исполнить Спасибо 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 Мы У нас вся программа Уже сверстана Поэтому заявки Мы не принимаем Заканчиваем Той песней Которую захотела Вот Марина Нет Это Валентина Васильевна Деревянные лошадки Сейчас прозвучит И в этой программе Сегодня мы говорили Как складывалась вокальная Актерская судьба Валентины Толкуновой Это была Марина Арвелли Спасибо Встретимся еще Я надеюсь Спасибо всем Кто позвонил Ускакали деревянные лошадки Пароходики бумажные Уплыли мы Из детства Убегая без оглядки Все что надо И не надо Позабыли Самодельные Игрушки Позабыты Но об этом Но об этом Не жалеем Мы серьезны Глубоки И телопиты Мы старательно Умнее И взрослее Принимаемся За трудную работу Привыкаем Привыкаем Торопиться И не видим Как порой За поворотом Простучат Нетерпеливые Копытца Перегруженным Делами Нас не троньте Все мотаемся Мотаемся По свету И не видим Как порой На горизонте Покачнется Легкий парус С газеты Ускакали Деревянные Лошадки Пароходики Бумажные Уплыли Мы Из детства Убегаем Без обрядки Все что надо И не надо Позабыли Мы не знаем Что При первой Неудаче Только стоит Только стоит Оглянуться К нам Лошадки Деревянные Прискачут Пароходики Бумажные Вернутся Мы не знаем Что При первой Неудаче Только стоит Только стоит Оглянуться К нам Лошадки Деревянные Пароходики Деревянные Деревянные Детка Деревянные